Противник отступил, но наследство от его пребывания в городе все еще ощущается. Стоп! Растяжка! Растяжка! Вот идут провода управления, распределительная кропка. От кропки идет на установленную мину. То есть мины управляемые, но они все заведены в заведенном состоянии. И вот так же дальше идет по всей балке. Там дальше стоят мины МОН-100, заведенном состоянии. Которые уже не разминируешь. Эти еще можно. Саперы приедут разминивать, а эти мы сейчас попытаемся уничтожить дистанционно путем выстрела с противотанкового ружья. Саперов категорически не хватает. Они как скорая помощь. Ездят по всему городу, раминируя неразорвавшиеся боеприпасы и снимая мины-ловушки, которые оставили после себя украинские войска. Военная полиция из состава Минобороны ДНР по мере сил им помогает. Стяжки уже какие были, поснимали. Но здесь мы ходили, не наткнулись на них, только на эти мины. Дистанция между ними как раз около 30 метров. То есть каждая мина перекрывает свою дистанцию. Они идут по минному полю, внимательно глядя, куда поставить ногу или чтобы не зацепить тросик. Мины ставили, когда лежал снег, поэтому сейчас их видно хорошо. Но идти все равно крайне неприятно. Вот мина стоит на крыле снега. Видите? За полчаса работы отряд уничтожил Мин-10. Остальную территорию обезвредят саперы. Когда дойдут руки? Трофейные команды работают в Дебальцево уже не первый день, но подсчитать точно чего и сколько оставили здесь защитники украинского отечества не получается. Освободив Дебальцево, ополченцы к своему удивлению узнали, что на самом деле здесь было два города. Один с мирными жителями, второй по соседству с первым. Военная база украинской армии. Их небольшой городок со своими районами и улицами. Даже злачными местами. И с конца в конец идти минут сорок. Да у нас почти таких нет. Что нет? У нас мало таких. Снарядов? Да. Ну вот, заберем. Количество боеприпасов здесь измеряют не ящиками, а грузовиками. Грузовик снарядов, грузовик выстрелов, гранатометы, грузовики патронов, минометных мин, даже автоматы. Полная машина боекомплектов для БМП-2. Оскорочно-фугасные снаряды. И здесь, не знаю, тысячи. Украинские защитники уходили отсюда налегке, оставляя даже бронежилеты. Пусть так опасней, зато бежать легче. Это пластина из натовского бронежилета. Сейчас проведем короткий эксперимент. И попробуем пластину вооруженных сил НАТО против нашего АКМ. Вот смотрим. Это входящее отверстие. Вот это исходящее. Вот оболочка от пули застряла, сама пуля прошла. Вот, защищайтесь. Бронежилет НАТО не единственное свидетельство западной помощи вооруженным силам Украины. Сидя в окопах под Дебальцево, окруженная украинская группировка не голодала благодаря в том числе и Польше. Этот хлеб испекли в пекарне польского городка Пшеворск. Пекарня специализируется на поставках польской армии. Чего? Подюхай. Уф. Это спиртовой. А ничего, это спирт добавляют. Они сами жрут. На брошенных позициях ополченцы находят инструкции, предназначенные явно для общения с теми, кому украинский язык не знаком. Причем для общения специфического, на военные темы. Перевод английских команд на украинский, чтобы бойцы понимали, что от них хотят. Это в очередной раз свидетельствует о том, что на стороне украинской армии воевали иностранные наемники. А еще здесь десятки, если не сотни единиц военной техники. От дальнобойных гаубиц Инста-Б до реактивных установок, не считая танков и бронемашек. Такого количества трофеев у армий Донецка и Луганска не было давно. Но Дебальцевский котел оказался богат на подарки и на последствия. Боевой запал украинской армии явно пропал. Николай Александрович воюет уже четвертый месяц. Срочную службу проходил в танковых войсках. И навыки механика-водителя вспомнил свои 63. На Дебальцевском фронте он был вроде как семьей. Вместе с ним воевали четыре сына. А он по внукам скучает. Судя по всему, внуков он увидит скоро. Армия ДНР начинает отвод тяжелого вооружения от линии фронта.